Всем привет дорогие друзья, с вами Юга и Черный Дух и сегодня мы поговорим о такой теме как актуально ли играть в Black Desert онлайн в 2020 году, но не спеши переключать этот видосик который возможно даст тебе чуть больше информации от подобных на которые ты натыкался на ютубе сегодня мы поговорим об актуальных ивентах, обо всем что нужно знать новому игроку или игроку который уже когда-либо играл в Black Desert и ушел из этого проекта, погнали! и свой сегодняшний обзор я бы хотел бы начать с особенностей игры, которые произошли за ней за 5 лет и их, этих особенностей я выделил 5 штук, такое совпадение и первое на что бы я хотел обратить внимание это на графику игры за 5 лет она протерпела невероятные изменения это и оптимизация ее и самый главный режим, которым сейчас называется Black Desert Online Remastered режим Remastered, который делает игру невероятнейшим красивым произведением MMORPG искусства называйте это так, но в целом выглядит это действительно очень здорово вы если любите графику, для вас это просто must have вы можете разглядеть даже волосинку в своей бороде персонажа ну если конечно вы не играете девушкой ну а там вы увидите, как в ней красиво развиваются кудри на ветру, когда вы бежите или как солнце просачивается сквозь деревья на закате или луну, или ночь выглядит это просто замечательно поэтому одну из главных особенностей графику я ставлю на первое место второе же место я отдаю 19 классам, которые сейчас есть в игре невозможно просто не найти себе что-то невероятно крутое и необычное потому что их 19 самое большое количество классов, которые я встречал, их было около 50 путем замены веток я встречал только в WarChange но здесь 19 классов так или иначе они стали уникальными есть похожие особенности, ну пересечения, но все же они уникальны по своей природе, по своим скиллам, по механике их применения это сейчас за 5 лет, с учетом того, что скальф контента и в 2015 там всего лишь их было 5, а это на один класс больше, чем со старта на Корее выглядит это просто, ну очень мощно и в дальнейшем, естественно, будут классы появляться будут собрасы, которые обещали я их очень сам сильно жду то есть, допустим, некоторые классы может прививаться раса в игре то есть появится, не только будут хуманы и, надеюсь, это в скором времени появится очень-очень жду третья особенность огромнейший бесшовный мир Black Desert это игра, где нет переходов где нету коридоров это огромнейшая карта в которой включают себя и ту самую черную пустыню и огромнейший океан и земли эльфов Кальфиона, Серенди, Боленоса Миди они все здесь есть Дриган и уже очень скоро еще новая будет локация Арделита, по-моему, если я не ошибаюсь, она называется то есть, постоянный материк заполняется это очень здорово это дает не просто простор для фарма но и простор для вообще отыгрыша в этой игре как непосредственно одной прекрасной и не только боевой единицы в принципе, ну не знаю даже для ролеплея это очень здорово огромный бесшовный мир определенная особенность Black Desert на что все обращают внимание и это четвертый пункт это боевая система в БДО я не хочу повторять слово уникально но она действительно не имеет сейчас аналогов точнее нет, аналоги есть, конечно же есть, можно вспомнить и Драгонест и Теру и обязательно самое главное С9 это игра, которая стала, можно сказать дедушкой современного Black Desert но все-таки здесь она приобрела гораздо большую ценность так по мне и одно из моментов, так сказать связанных с фармом почему я очень люблю БДО это боевая система я люблю ей пользоваться я люблю убивать мобов именно так как это сделано в этой игре и здесь я ставлю определенный плюс вот это в особенности выделяю ну и пятый пятый пункт это актуальный патч а самая большая проблема MMORPG когда у тебя отставание с официальным сервером идет ну вплоть до полугода и такое случалось поверьте на моем опыте даже больше к сожалению из-за некомпетентности разработчиков из-за некомпетентности локализаторов там так как у нас перолабе сейчас издает игру сами в России этот промежуток очень сильно сократился есть различия я не спорю но и они честно сказать даже минимальные были так или иначе заминки допустим пример первый это одежда маносоремесленная но это все из-за тестов которые проводились на Корее но сейчас все есть все развивается и актуальные патчи к нам приезжают и это замечательно это что касаемо особенности игры за 5 лет которых я выделю а теперь мы поговорим о плюсах и минусах в игре и начнем мы с плюсов для себя я выделил самым первым пунктом это особенности заработка серебра и вообще в принципе всех полезных ресурсов в игре их стало на данный момент за 5 лет 3 это классический фарм мобов истребление просто тонны мобов чтобы заработать это новый новенький бартер морские путешествия обменяй получи и не так давно вышедший ремесленный сет ну и их вышло как минимум 3 но в народе он называется сет маноса все 3 способа дают огромнейшую тебе возможность заработать стать богаче стать лучше стать мощнее в конце концов и всех победить это очень круто это здорово более подробно конечно же о каждом вы можете из этих пунктов найти я с этим манос и об артере но мы здесь просто проскользнем это все и исходя из этого плюса мы находим следующий плюс это реализация себя в этом мире который не зависит от кого все эти 3 пункта первых которые первые плюсы первый плюс они тебе позволят сделать себя намного лучше ты в этой игре сам свой босс ты главный ты один из лучших хочешь хорошую гильдию пожалуйста хочешь лучше фармить тоже это твое и из этого же пункта 2 вытекает 3 пункт 3 пункт время потраченное всегда идет тебе в плюс это действительно уникальная штука в БДО я за этот обзор возможно скажу слово уникальное вы можете его считать уже миллион раз но все таки не избавляясь от слов паразитов потраченное время идет тебе в плюс плюсы в плюсах так вот все что ты делаешь в БДО считается в твой общий аккаунт семье бьешь ты мобов изучаешь знания собираешь ресурсы это все очень важно это все продуманная система которую я в играх не наблюдал ну никогда и она здесь есть и это определенность только свойственна Black Desert возможно я ошибаюсь можете мне поправить в комментарии но здесь я вижу только плюсы оптимизация оптимизация это то чего смогли все таки добиться перлабисы за 5 лет на своем движке движок у них собственный она присутствует в той или иной мере и стала для многих слабеньких машин вполне себе играбельная я протестировал БДО на различных машинах и я могу сказать что да она есть также в плюсы я записал переработанную сюжетку с возможностью выбора путей кучи ивентовых плюшек новые аксессуары по квестам вот прям так это называется у меня так что это значит сюжетка сейчас действительно стала новая у тебя есть выбор как в Mass Effect или вообще в принципе привычных тебе MMORPG господи того же Ведьмака если вспомнить ну вообще не суть но суть вот в чем каждый выбор начиная уже с Сиренди дает тебе возможность заработать деньги камни на заточку шмотки ну и так далее и тому подобное это очень круто ивентовые плюшки которые я там отметил это максимальное количество календарей наборов премиума питомцев вы понимаете сейчас можно 5 питомцев получить да боже мой то такого не было ну они у тебя есть да первого грейда но 5 максимальное количество которое возможно есть есть квесты квесты делаешь получаешь разве не идеально а про новые аксессуары я вообще молчу 11 атак из кольца заточенного третья да где же оно такое видано ну прям действительно очень здорово а также очень странным плюсом я выделил бы донат ну да он определенно здесь все таки имеет плюсовую характеристику в одном ключе так как он влияет на развитие игры и компании в целом без заработка сейчас никуда и вы прекрасно это знаете тяжелая система которая развивается в мире капиталистическом говорит о том что если ты не зарабатываешь значит ты ничего не сможешь в дальнейшем продвинуть оперлабис как сейчас показывает практика выдвигает на и3 в 2020 году целых 3 проекта если хотите о них подробнее я расскажу и вообще свое мнение выскажу напишите об этом в комментариях почему бы и нет они очень годные и об этом можно поговорить ну так вот без доната никак тут уж извините но он здесь вполне себе адекватен постоянные акции что-то меняется какие-то плюшечки дополнительные на семью ну есть на что сэкономить себе на завтраках или потратить энную часть и свои зарплаты никуда от этого не деться нужно с этим как-то уже свыкаться ребята хотите получать преимущество придется платить как все в жизни и самый таким приятный пункт я его добавил таким плюсом для новичков и старичков свитки на 530% опыта слоты и вес за мили это также присутствует в игре вы сможете это купить быстрее прокачаться получить дополнительный вес получить дополнительные слоты это плюс который я хотел выделить не общим плюсом а плюсом чтобы вы об этом знали вот ну а теперь минусы да они также присутствуют о боже мой сейчас вы с ума сойдете вы подумаете что я сумасшедший но первое что бы я хотел отметить ну как нет я не сумасшедший это отсутствие баланса вообще он когда-нибудь был в ммрпг сами посудите нет не был сейчас введена система наследий это та которая актуализирует первую ветку хотите бегать лучницей с луком а не с кинжалом как это было после пробуждения пожалуйста берите лук ну и так далее и тому подобное мне как волшебнику вообще сейчас очень тяжело но это отдельная история которая в предыдущих моих двух роликов рассказана мною целая санта-барбара ей бога ну ладно корейцы сейчас все делают гайды писать сейчас не актуально так как сейчас будет еще меняться система статов боже мой постоянные правки баланса не делаем маншотное пвп но делаем маншотное пвп не пьем банки пьем банки те эти качели которые так или иначе будут нас преследовать ребята ничего не поделаешь с этим ну ничего не поделаешь но как было так и есть нет баланса в мморпг тоже придется с этим свыкнуться ну и как-то на самом деле не париться я вот уже давным-давно не парюсь очень давно лет 10 наверное уже когда понял всю суть этого вопроса а горит ли у меня от этого да конечно же горит я же человек все-таки так же как я же человек ну конечно горит ну ладно забудем и вот следующий пункт при котором вы скажете стример или блогер кто я сошел с ума это отсутствие оптимизации ты вообще нормальный нет так вот насчет отсутствия оптимизации что бы мне хотелось сказать а знаете что я хочу сказать то что в игре получается так у вас есть RTX видеокарта а она полностью не раскрывается есть многопоточность вашего процессора а она не раскрывается потому что ПДО к сожалению движок полностью не распознает многопоточность а как это все делать а как настроить а как разлочить ВПС почему у меня 144 моника ВПС не разлочено играю в 60 кстати гайд на настройку оставлю от бульбаша от коллеги стримера в описании кстати очень полезный гайд я им так же воспользовался всякие возможно фишечки подглядеть которые сделают игру более приятной я разлочил ВПС у меня его 170 на 144 144 герцов моник но это все равно костыли это все равно приходится делать это да это минус ну камон можно запилить пожалуйста чтобы одной кнопкой все работало да у вас огромная настройка графики но у вас до сих пор нет кнопки сделать чтобы было красиво ну какого черта следующий пункт минуса и это донат хочется удариться головой в микрофон но тут прям надо действительно делать отдельный ролик про плюсы и минусы я устану это говорить в течение этого обзора напиши если хочешь его в комментах тоже очень важно знать ваш фидбэк это мои ролики ну так вот о плюсах и минусах что я могу сказать точнее о плюсах и минусах только о минусах доната могу сказать он здесь иногда бывает такой сумасшедший что ты понимаешь что без петов четвертого третьего грейда ты даже ну господи даже третьего грейда не сможешь собрать а это еще минус тысяча а вес я не смогу фармить и так или иначе придется кинуть повадка что придется задонатить но знаете что я могу сказать если делать все постепенно как это делаю я у меня за 5 лет в донинов аккаунт стыдно признаться 60 или 70 тысяч рублей и это за 5 лет согласитесь не такая огромнейшая сумма и это уже не говоря что половина из них это поддержка моих любимых изобретателей что же без вас бы делал так или иначе много ивентовых вещей которые у меня есть я это не так давно собрал всех петов четвертого грейда вот представьте себе они у меня появились 2 штуки буквально 2 недели назад как я снова полноценно начал играть и это из тех питомцев которые я получил в игре и немножечко доли везения ничего поделать не могу просто повезло угу но сейчас петов система все равно не идеальная ее бы реорганизовать ну ладно ну так вот донат минус так или иначе но не вносите деньги огромными пачками сразу же попытайтесь если вы новичок потихоньку посмотреть как это делается спросите советы у бывалых может быть кто-то что-то посоветует может быть даже я на стриме если вы придете посоветую как это делать ну в общем минус так или иначе и последний пункт последний пункт в разделе плюсы и минусы это гринд и потраченное время так или иначе в игре вы проводите очень много времени я стримлю по 9 10 12 часов как было в понедельник небольшой мини-марафон и я стримлю это моя работа но для многих гринд это действительно потраченное время даже 6 часов иногда тяжело поэтому есть такие штуки как бартер да-да-да внемлите этим словам ну так вот много гринда я люблю гриндить это лично мой плюс для многих гринд это тяжело и это точно минус тут можно даже хоть песню сочинить об этом но ничего не поделать для многих в игре гринд отпугивающий фактор который говорит не-не-не-не-не-не-не только не я я не хочу это делать по 6 10 23 даже час иногда люди со свитком каким-нибудь удач или там опыта боятся отстоять ну ничего не поделать так или иначе запишу это в минусы ну такие очень вяленькие минусы ну вот ну так что это что касаемо плюсов и минусов и погнали дальше что сейчас будет а сейчас будет то ради чего в принципе этот подкаст ролик обзор затевался ну так что приступим а приступим мы рассказать вам об актуальных ивентах на сегодняшний день они просто мега крутейшие и выделить хотелось бы мне как минимум три из них так вот так где тут мой этот бокал вина компания перлабис 26 февраля по 3 июня вела ивент под названием братишка получи 7 бошмоток на халяву почти ничего для этого не делая ты спроешь аюга а ты там вообще с головушкой то дружишь что ты несешь ребята 7 предметов снаряжения побежденного босса которые по характеристикам равны босснаряжению уровня 18 и особенность его также заключается вот в чем это нельзя заточить нельзя одеть когда ты пкшник оно не дает никаких вам плюсов но его можно продать и каждая вещь стоит по 200 миллионов а чтобы его получить и какие условия нужны я вставлю ссылочку на сайт орбита игр там подробно рассказано что нужно сделать ну и так очень быстро могу вам сказать что нужно из самых первых трех пунктов достигнуть 58 уровня 56 57 58 получаем оружие к зарке кутума каранты а для 59 60 существует ну по 4 квеста описание квестов как раз будет по ссылочке под под этим роликом ну все очень просто и действительно это прям вау это ради чего стоит вернуться и ради чего уже вернулись люди в игру это видно это здорово это замечательно па вы мотивируете игроков снова играть это же это прям не чудо ли я думаю да это возможность игрокам продать какие-то свои старые вещи накопить на 19 кстати полезный совет можете им воспользоваться в любом случае это здорово не хотите вам не нужны эти шмотки у вас все есть продайте их получите какую-то денежку так или иначе вам будет приятно ну так вот это первый актуальнейший ивент который продлится до 3 июня ребята июня как слышите меня второй пункт начнется уже 4 марта и поэтому мой ролик выходит ну чуть раньше него он был анонсирован в письме игрокам которые так или иначе давненько не заходили а он гласит так что с 4 марта только в ну в течении так сказать а нет пардонте только в течении а да в трех недель с 4 марта просто заходя в игру вы сможете получить особые награды ценностью до 6000 рублей это невероятный ивент подготовлен специально для игроков Black Desert Russia не упустите у вас уникальный шанс получить предметы премиум на магазине абсолютно бесплатно чатик что тут чатик я сказал чатик ребята мои хорошие я такой календарь уже прошел он был на как говорится на годовасичность в России там на 10 тысяч было сейчас конечно поменьше на 6 скромновато согласен но он второй раз проходит для меня это прям нечто а для вас возможность получить костюм какие-то купоны переносимый вес слоты это все кстати было поэтому обязательно воспользуйтесь этим моментом третьим актуальным пунктом скажу так есть сейчас промоход промо-кодик который я также вставлю вы его видите на получение первых 50 миллионов как его получить я также вы сейчас что видите как его ну куда его вставить можно скажу так что иногда он не срабатывает в игре можно залогиниться через стим или своим аккаунтом на сайт и там его ввести где написано использовать купон также важно к сожалению сегодня последний день третьего ивента и этот ролик да немножко запоздал и хотелось бы о нем побольше раскричать но все-таки я скажу вам что в стиме его раздавали бесплатно в стиме бдо стоит 350 рублей я брал его по скидке 90% за 35 рублей но вам скажу одно возвращаясь чуть там чуть пониже я еще более про стим версию расскажу актуальный ивент ребят 18-й бош-шмотки 6000 рублей с особым календарем промокод на 50 миллионов это прям не знаю если это для вас не станет той самой красной тряпкой но я не знаю конечно что может вас вернуть сейчас бдо заходим ребята и начинаем играть а теперь такой пункт который мне дастся наверное тяжелее чем обычно но я не могу его не включить в этот подкаст я его назвал так почему именно я сам захотел бы поиграть в WDO 2020 начнем с первого пункта их всего будет 10 и первый пункт это моя история в этом проекте я начал очень давно с Кореи в России с кальфионского контента я прошел фри-то-плей старты загубленный пей-то-плей начало точнее начало пей-то-плей которая провалилась загубленный пей-то-плей так или иначе местами их хейт со стороны комьюнити за какие-то определенные вещи но так или иначе до комьюнити и вообще в принципе то бдо которое сейчас есть спустя 5 лет но меня очень сильно радует и для меня это важнейший фактор чтобы я снова и снова возвращался в эту игру или хотел бы в нее поиграть вторым пунктом вытекая из первого у меня личные мотивы я к этой игре отношусь наверное как к своей жене как это жестко сказано но я этот момент вывел знаете из чего когда я очень последний раз играл в лос-тарк вот именно тогда я понял что я не уходя с бдо я играл там назовем так пассивно что это мое я не могу уйти в другие игры просто зная что есть Black Desert это мой личный мотив и действительно личный это вот настолько близкая ко мне сейчас игра как когда-то для меня был Ragnarok Online поэтому я его выделю вторым пунктом третьим это доверие к компании доверие к Perlabis у меня появилась наверное я не могу сказать что сразу но за последние года два это точно компания я вижу ее рост я вижу что она хочет сделать в сегменте MMO игр и в частности MMO RPG она делает это она покупает компании такие как CCP недавно выкупила 40% компаний Excel Games это ребята которые создали Archage так или иначе они хотят что-то новое внедрять и для них это важно смотря на GSTAR 2019 я видел этих энтузиастов не уже не энтузиастов а профессионалов своего дела которые смотрели именно уже у них есть конкретный четкий план и они его придерживаются доверие есть и я выделю его третьим пунктом четвертым это то что я уже упоминал ранее что в актуальности патчей издатель сам занимается проектом территории России и СНГ для меня это беспрецедентный случай за мою практику в основном я видел как забирали проекты у русских локализаторов здесь случилось то же самое но проект остался на территории России в частности и серверами хотя это наступило чуть попозже спустя полгода как про Лабис поняли и заинтересованность самой кампании в развитии этого нашего сегмента это заметно смотрите пункты по актуальной ивентам вот пятый мой пункт это выбор пути развития я выделил его в плюсах но еще раз упомяну здесь вы можете стать кем угодно и сам факт если мы когда я узнал бы не играю в БДО и точнее нет я бы так сказал и моя мотивация играть в БДО в 2020 году это именно выбор путей всегда есть выбор даже если он нафиг не нужен он есть это приятно не всегда так бывает в жизни но замечательно что есть в игре и это показывает что это все-таки игра шестой пункт это зависимость и независимость от доната это очень странный пункт который я бы охарактеризовал так я могу здесь с деньгами сделать все но и без денег я здесь не пропаду каждый решит как ему в этом плане себя проецировать хочется ему закинуть ту сумму эту сумму можно ли без доната играть я считаю что да я вижу ребят которые играют без него играют и не года и не два и им это нравится до сих пор мое уважение седьмым пунктом отсутствие альтернативы годных игр ну это очень субъективная вещь конечно же скажут юган ты не прав но это правда но нет за пять лет не нашлось ни одной игры если это только не старые проекты в которых я возвращался и не считая парочку новых которые я обозревал на своем канале которые так или иначе что-то могли себе представлять но нет альтернативы нету каких-то как сказать соперников нет БДО заняла нишу молодцы поздравляю восьмой пункт который стал для меня за пять лет и вообще на данном этапе 2020 года это новая и очень открытая комьюнити в БДО но тут мы понимаем всякая комьюнити имеет и плюсы и минусы и люди так или иначе которые на тебя реагируют но в основном я вижу очень теплоту и вижу хороших людей которые есть в этой игре которые дают жизнь этой игре много новичков я вижу это безумно приятно когда вы приходите задаете свои вопросы у меня в чатике или в комментарии мне это очень важно мне очень приятно на них отвечать у меня конечно нету миллионов гайдов на ответы на все вопросы подсказочки так или иначе имеются но в любом случае если вы новичок если вы еще не знаете что я стримлю обязательно просто ну всех прям обязываю прийти на стримы и спросить то что тебе интересно я буду рад тебя видеть дорогой друг девятый пункт это тоже связано с комьюнити но немножко с другой стороны это комьюнити стримеров на твиче и на ютубе я знаете я был у истоков всего этого когда меня смотрело в топе я был находился единственным стримером в топе с онлайном 150 человек потом 200 300 и было и 400 и 500 человек и появлялись все новые и новые люди конечно даже есть те кто спросит кто такой юга сейчас на данном этапе да и это никак не связано да я пропадал так сказать с поля радаров сейчас я вернулся это уже совсем другой разговор действительно как-то все очень получается не знаю очень как-то как-то слово-то сказать такое знаменательно вот знаменательно что я вот именно записываю этот ролик в 2020 году спустя год моего отсутствия ну точнее я не отсутствовал я занимался другими проектами но и для тех кто следил за мной они знали это для тех кто я из поля зрения выходил к сожалению тоже меня потеряли но сейчас отыскивают а для новичков я действительно даже и нонейм какой-то поэтому ничего удивительного в этом не имею ребята на твиче действительно создают очень теплые комьюнити каждый вечер заходя вижу всех ребят у меня душа действительно радуется она почти на всех подписан кто стримит всегда делимся хвостами поддержкой не знаю добрыми словами в чате заходя друг к другу без конфликтов так или иначе не обходится но знаете я бы хотел чтобы их вообще бы не было среди тем более стримеров для меня это важно для меня важно сохранять наше именно стримерское комьюнити в такой доброй душевной атмосфере поддержки и я это я это комьюнити очень ценю для меня это такая маленькая семья ничего не могу с собой поделать вот всем привет ребятки кто так или иначе из стримеров это посмотрит десятым пунктом знаете что я выделил Бэм это вообще очень странно но я хочу вам признаться ребят это мне даст тяжело но это будет максимально откровенно потому что здесь я скорее всего открою свою вот так сказать душевную составляющую я люблю играть в Black Desert я очень люблю играть в Black Desert и это самая главная причина почему я бы хотел играть в Black Desert в 2020 году я люблю эту игру и я не хочу с ней расставаться ну вот это касаемо моих личных причин а теперь я бы хотел еще с точки зрения технических моментов рассказать новичкам и старичкам кто возможно потерял уже свой аккаунт из-за переноса или не знать где можно скачать игру сейчас вы удивитесь но она доступна в целых трех лауншер это Steam официальный сайт и 4game я бы заострил ваше внимание на официальном сайте и Steam рефералок у меня никаких нету но в любом случае я ссылки оставлю на все 4 этих пункта в описании к этому ролику в описании к стриму боже вот они стримерские замашки пошел ролики делать все равно заговариваясь ну так вот официальный сайт это официальный лауншер вы качаете клиента вы заходите создаете фамилию если у вас был старый аккаунт вы перенесли вы молодец вспоминаете аккаунт так или иначе заходите Steam версия на ней я за так сказать заострю внимание почему сейчас проходила акция многие пошли играть со Steam акция закончится возможно будет 90% после этой акции бесплатной я кстати не удивлюсь если так сделать но если игра будет стоить 350 рублей вы тоже не спешите отворачивать свой ноль это игра бесплатная но почему 350 рублей в Steam спросите я вам скажу это месяц према месяц према сейчас стоит 700 рублей в Steam вы покупаете месяц према за 350 рублей 15 дней плюс 30 дней равно 45 дней игры с премиумом ну и в общем делайте выводы я в Steam купил аккаунт с 90% скидкой за 35 рублей и вот я собственно с него вот эти то что вы сейчас видите на своих экранах вот эти всякие моменты это все записано с нового аккаунта 4Gamer лаунчер и вообще все прочее от 4Gamer я к этому честно сказать не то что я 4Gamer не люблю или что-то такое я просто не особо в нем как-то дико вижу смысла если у вас есть смежные проекты это вот единственный плюс если вы зарабатываете в других проектах 4Gamer купоны они я как понял активируются в своей валютной системе от 4Gamer вы можете ими донатить в BDO это плюс ну для тех конечно кто играет в другие игры 4Gamer не сказать об этом я не могу потому что это тоже очень здоровская система можно этим пользоваться вот это технический момент который я подводил непосредственно уже как к скачке клиента надеюсь у вас уже появилось это желание боже я как будто действительно вас заставляю ну не думайте так и последними как говорится заключительными этапами этого подкаста ролика я бы хотел вам предложить челлендж я как я уже сказал создал новый аккаунт в стиме и хочу прокачать персонажа на стриме в прямом эфире с 0 до 60 лепла выполнив соответственно условия ивента по босс-шмоткам и без помощи зрителей подписчиков я буду делать все сам показываю вам все на стриме а замотивировать меня может очень простая вещь вообще копешно ну серьезно но она даже не стоит вашего особого сильного внимания 100 лайков и 50 комментариев под этим видео я пойму что вам это интересно записи вы можете будет посмотреть на твиче к сожалению на ютубе записи не будет стримов этого в принципе никогда уже больше не будет из-за политики ютуба поэтому все будет на твиче надеюсь вы пришли я надеюсь вы подписаны на твиче и не пропустите всех этих замечательных стримов где мы с вами посидим вот собственно это говоря о челлендже чтобы поддержать вас я хочу поддержать вас не только словом но еще и делом и в заключение к этому ролику я хочу ну сказать так моя самая главная мотивация для выпуска всех роликов это ваша поддержка я снова вернулся здесь ролики будут не только кстати по BDO и не в смысле по играм а из моей также и рейл жизни но об этом чуть позже ну так вот если вы хотите поддержать самое главное приходите на твич ставьте лайки подписывайтесь вот эти всякие колокольчики ставьте и это будет замечательно если вы хотите также поддержать меня как говорится не только словом но и чеканой монет простите так вот есть ссылочка на данный талерс принимаю как говорится ваши обнимашки именно там реферальных ссылок нету в роликах рекламы вставляться не будет а ваша поддержка это моя самая главная мотивация и в заключение не хочу сказать всем вам отличного дропа и приятного гринда ваш юга black desert 2020 всем пока-пока субтитры